Дмитрий Язов, единственный ныне живущий маршал Советского Союза, в свои 94 года получил 10 лет тюремного заключения от Литовского суда. Он, как и еще 66 человек, признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Признать виновным Дмитрия Язова в преступлениях по статье 100 Уголовного кодекса Литовской Республики и приговорить к 10 годам тюремного заключения. Маршал Язова помнят по разным эпизодам его биографии. Во время Карибского кризиса 62 года он со своим мотострелковым полком был переброшен на Кубу для защиты от вторжения американских войск. В 79-м был направлен в Чехословакию. С 1980-го командовал среднеазиатским военным округом, граничившим с театром боевых действий в Афганистане. В начале 90-х, после объявления странами Балтии независимости от СССР, Москва начала борьбу с сепаратизмом. 13 января 91-го года был организован военный штурм телецентра в Вильнюсе. В результате столкновения военных со сторонниками независимости под гусеницами танков и от пуль погибли 14 человек. Более 600 пострадали. Робертос, сын погибшего в результате штурма Аполлинароса Йозеса Павилайтиса, присутствовал на заседании суда и приговором доволен, несмотря на то, что не все виновные окажутся в тюрьме. «Главное, что эти преступления получили правовую оценку. Повлияет ли этот приговор на осужденных? Если некоторые из них раньше любили путешествовать по странам Запада, то больше не смогут. Кроме того, я надеюсь, что Россия не навсегда останется страной, которая избегает правового сотрудничества в расследованиях военных преступлений. Надеюсь, власть когда-нибудь поменяется, и мы узнаем о тех событиях гораздо больше». Литва ввела следствие более 25 лет, переквалифицировав обвинение в военное преступление, которое не имеет срока давности. Всего обвинения в советской агрессии против Литвы были предъявлены 67 гражданам России, Белоруссии и Украины. Некоторых из них уже давно нет в живых. Иные от следствия скрываются. На скамье подсудимых присутствовали лишь двое обвиняемых. Экс-командир танка, полковник запаса Юрий Мель и бывший советский офицер Геннадий Иванов. Мель приговорен к семи годам тюрьмы, Иванов к четырем. Оба свою вину не признали. «Будет быть обжалован. Сколько у вас инстанций? Одна инстанция осталась? Верховный суд?» «Еще апелляционная инстанция, и только потом Верховный суд. Две инстанции». В российском МИДе заявили, что литовские власти манипулируют судом и идут на конфронтацию с Россией. «Попытки властей подтасовать очевидные факты, заряженность официоза и явное влияние на судебные органы и очевидные судебные манипуляции лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России». Тогда, 28 лет назад, Вашингтон осудил действия Москвы в Вильнюсе. Дипломат Джон Хербст оценивает суды как отражение трагической истории отношений Литвы с советским государством, начиная оккупацией 1939 года и заканчивая кровавым штурмом 1991-го. «События в Вильнюсе стали последней попыткой СССР удержать Литву любой ценой, даже стрельбой в людей. Я рассматриваю этот суд как способ добиться справедливости». Американский дипломат полагает, что озвученные приговоры – это в том числе ответ на непрекращающиеся нападки Кремля на независимость Литвы. Настасья Евмен, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.